11-летний сын Ерлана Серкбаева очень любит кататься на коньках. Раньше отцу постоянно приходилось отвозить ребенка на Медеу или в торгово-развлекательные центры. Времени на дорогу и простой в очередях уходило так много, что Ерлан решил организовать ледовую площадку прямо во дворе своего дома. Он со школы приходит, даже переодевается, сразу не покушает, ничего, сразу бежит на каток и играет. А вечером, когда уже массовые катания заканчиваются, он меня заставляет выйти, поиграть с ним в хоккей. Местные детвора мы собираемся, гоняем в хоккей до часов 10. И перед сном подышать свежим воздухом, это очень полезно, я считаю. 600 квадратных метров катка рассчитаны на 60 человек. Вход для местных жителей бесплатный, а вот гости из других районов должны внести символическую плату – 200 тенге. Прокат коньков стоит столько же. Правда, пока здесь только детские размеры, и то всего 50 пар. Все расходы по обустройству и дальнейшему уходу за площадкой семья Серегбаевых взяла на себя. Летом территория трансформируется в футбольное поле. Местные жители, в особенности родители, рады, что дети стали больше времени проводить на воздухе. Я сюда пришла со своими одноклассниками, участвовать в соревнованиях. Нам очень понравилось, очень весело было. Нам на классном часу была проведена техника безопасности катания на катке. И нам сказали, не надо очень быстро кататься и никого не сбивать, на перегонки не кататься. Дворовый каток находится рядом с школой номер 142. За порядком здесь ледят дежурные инспекторы. Подобная практика, когда на территории жилых домов алматинцы заливали катки, уже встречалась. Но нынешняя теплая зима оставила многих детей без снега и льда. Здесь эту проблему Ерлан Серегбаев решил просто. Он договорился, чтобы снег, который вычищает со взлетных полос аэропорта, вывозили не за город, а сюда, во двор микрорайона Жилдыз.